Очень осторожно относитесь к скульптурам собак, особенно если скульптура собаки, которая стоит на задних лапах. Это к смерти. Это к смерти, это к болезням. Человек, которому подарили, либо тот, который приобрел или еще держит это в своей комнате, в своей спальне, то у него начнется болезнь за болезнью, которая необъяснимая. Просто болезни пусто на пустом месте, вот чисто на пустом месте болезни. Также из дома нужно убрать абсолютно все разбитые тарелки, абсолютно все разбитые чашки. То же самое касается старой обуви. Почему у нас в республике принято, если ты купил новую обувь, то старую обязательно нужно не отложить в доме, а выкинуть. И не передарить ее кому-то, а именно выкинуть. Вы носите старую обувь на улицу, выкидываете к мусорке, но ни в коем случае не внутрь мусорного ящика, а рядом с мусорным ящиком кладете. Если вы выкинете обувь в мусорный ящик, вы считаете себя кармически просто-напросто сами же выкинете. Но и держать в доме потертую обувь тоже нельзя, это к нищете. То же самое касается, если вот у вас новая обувь, вот купили вы ее, позавчера купили, надели. Но вот случайно за что-то задели, там, оторвалась именно в области подошвы. Если наверху там где-то шнурки, либо что-то, не страшно, можно починить, можно заменить. Но если на новой обуви отрывается область подошвы, выкидывайте немедленно эту обувь, не жалейте, не ремонтируйте ее, идите, покупайте себе новую. Если ходить в этой обуви, вот она вроде новая, пошли подклеили, допустим, подошву, либо подшили, то неминуемо это может привести так же к нищете, как и посуда, разбитая в доме. Также запрещается мыть посуду на ночь. В темное время суток посуду мыть вручную не рекомендуется. Это к слезам, это к горю. Продолжение следует...